всем доброго меня зовут александр продолжаем делать бумаги бронеавтомобиль b64 его каркас приступаем к нижней части где будет элементы двигателей подвеска вот она вот она нижняя часть здесь по выкройкам предлагалось здесь еще были такие еще продолжение чтобы она вот так вот сгибалась это выгибалась то есть я решил сделать это все по-другому эту штуку я оторву согнул отсюда приклею просто полоску вот 4 миллиметровую по кругу так ну вот я согнул и вот эта полоска 1 не хватило потом доклею вторую вот получится такая ванна в которую будут устанавливаться все элементы видимо части двигателя что там бензобак какой-то еще или что там такое не знаю я вот это элементы то что будет внутри вот это вот бензобак так вот так вот показать вот бензобак тут какая-то полоска такая это я взял полоску и с обратной стороны просто выдавил такие дырки вот у меня есть по циркуле выбил и наклеил на другой ватман это вот элементы двигателя и такая поперечная на некоторые детали вот на эту например вот на бензобак и вот на вот эти части я наклеил полмиллиметра шириной от ватмана сделал вот такие вот это ватман полмиллиметра толщиной и наклеил их сюда-сюда-сюда-сюда-сюда потом еще надо будет такими же длинными проклеить вот здесь вот так вот в два ряда так теперь что надо вот это приклеить на место да что хотел сказать вот это вот когда вот она в кучу все в куче соберется потом это еще будет укрываться вот такими вот детальми нет не так наоборот вот так вот это потом еще закроется так сейчас сниму все эти черные так ну вот в итоге то будет выглядеть как то вот так примерно теперь надо на я хочу приклеить вот у меня есть это как бы шаблон с выкройки размер вот это всех двигателей всех его частей надо вот нарисовать и на вот это место приклеить элементы двигателя приклеить и уже задувать на бумаге просто это будет удобнее делать так сейчас покажу так ну вот и приклеил бензобак и вот двигатель собрал для чего на бумаге для того чтобы как я говорю во первых мы подогнали под размер этот двигатель тут я чуть по пришлось маленечко сточить ну чуть-чуть буквально там копейки а во вторых красить на бумаге будет удобней теперь я так теперь у меня есть вот такие краски акриловые серебряные серебро это как бы среднее серебро светлое серебро совсем белое там практически и темное серебро темным серебром я буду красить рессоры пластины ресор и возможно потом вот эту часть двигателя так и бензобак наверно бензобак да бензобак я покрашу темным так сам двигатель вот эту часть я покрашу таким серебром и вот эти всякие передаточные валы карданы будут красить светлым серебром вот это ванна там или рама принципе уже как бы почти собрана вот я наклеил наверное тут вот видно да полумиллиметровой полоски по всему периметру это будет буксировочная там как он там сюда будет устанавливаться рессоры это нижняя часть вот тоже из ватмана вырезал такие элементы наклеил теперь это среднее серебро двигатель перри выступающей части надо будет сухой кистью это среднее серебро а теперь сухой кистью светлым серебром так повозить чтобы их чуть-чуть выделить это краска намачивается кисточкой берем кисточку краски мочим вытираем почти до суха чтобы слегка 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 след оставлялся оставался и аккуратненько чтобы только верхней части вот так сделаем потом вот этот надо будет вырезать приложить сюда и здесь не хватает двух перри перри городок переборок ли вот с этой стороны две штуки будут идти вот так вот вот так вот такие же вот такие же одна будет идти с этой стороны 1 с этой и 1 вот так то есть вот здесь вот 1 2 и тут от 3 вот их пока не хватает это надо будет приложить двигатель и уже по месту их приклеить потом двигатель снять задуть вот это все черным это вторая часть двигателя я и покрасил это вот передний откуда будет вал выходить я ее покрасил таким темным серым это бензобак тоже покрасим покрашен темным серым тоже надо будет высветлить вот эти вот выступающие части все это вот рессоры их покрасил темным серебром это тоже элементы рессор вот они сейчас очень прочные держат форму потому что я их пропитал цен крилатом это клей вот такой не гель не гель гель он плохо пропитывает это я как-то в ленте купил он такой дешевенький потому что нормальный он стоит там много и вот потом это будет устанавливаться вот так вот и сюда будут одеваться ну вот я один одел вот вал сюда вот так будет но это рессора задняя ее на передний мост отдел но это просто пока так временно это вот передние вот задний вал и еще вот такие вот детальки это не знаю поворотный механизм там или что это такое будет на переднем вот как передний мост она будет стоять вот так вот здесь уже будет стоять колесо и а это будет крепиться к каркасу вот а это будет потом рессора ставится вот так она будет сюда помещаться сюда будет небольшой штырь второй край будет крепиться корпусу каркасу корпусу вот ну в принципе можно как бы все покрашено можно приступать покраски вот этой ванны в черный цвет буду ее красить маслом разведенным в аспиритом так что касается двигателя как это я говорил вот у меня есть там краска ладога акрил на водной основе вот светлое серебро мы берем мы берем кисточку это наверное так вот эту и потом вот это на раппельс светлое серебро берем немножко краски почти все ее смазываем чтобы она там почти сухая было и легким 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 движением вот эти выступающие части проходимся по вот этим выступающим частям это делается за несколько раз не за один раз сейчас она подсохнет еще раз краска должна еле-еле след оставлять и за несколько раз торопиться не нужно и за несколько раз она вот это вот дело высветлится это придаст такой рельеф и потом еще одна такая деталь берется темное серебро вот темное серебро я его развел в воде чтобы она такой жидкой жидкой было берем тоненькую кисточку и на двигателе вот этой жидкой жидкой вот сюда вот делаем такую полоску аккуратную она тоже жидкая поэтому она там растечется вот тоже не за один раз за несколько она будет более не надо стараться чтобы было такой яркий яркая такая темная полоса просто чтобы такая еле-еле заметная что придать объем это такой способ углубление затемняются выступы высветляются это придает объем всей конструкции и также я вот от светлым серебром также надо будет пройтись по вот с этой стороны ресор она внутри будет более темные от темного серебра сверху будет более светлые но будет такие красивые так ну и вот в принципе вот эта рама готова со всеми переборками потом после того как черным покраситься можно будет уже ставить сюда двигатель и еще я вот ну тут практически не отличается цвет на этой камере камере но на самом деле вот это это светлое серебро это будут карданы идти от мостов вот сюда вот в эти дырки и маленькая вот от двигателя сюда это тоже смотал из трубочку совсем маленькую диаметр 1 миллиметр это 2 миллиметра это 1 все теперь можно красить черным так ну вот я покрасил ванну как он там рама ванна приклеил вот такую штуку специально потом ее просто срежу и все чтобы удобнее было держать когда крашу вот такой цвет написано было серый пейна или серая пейна не знаю что такое пейна не художник но от серого тут нет ни черта это такой синий такой темно 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 синий как вот паста в ручке шариковый но если таким толстым толстым слоем вот покрыть я думаю еще на раз покрыть он получается такой очень темный синий такой почти черный такой синеватым оттенком думаю даже будет прикольно хотел сначала расстроился думал черным перекрашу но думаю пусть будет даже по приколу такой синеватый оттенок если затереть потом пальцем он будет такой более такой черноватый вот и потом все равно хочу покрыть тонким слоем такой типа коричневый как бы то ли пыль ну такой на нагар такой поэтому думаю будет нормально этого части которые там крышки вот он видно что он синий но это еще раза на слой на 2 буду закрашивать чтобы он тоже был такой черноватый тоже приклеил вот такую вещь чтобы удобнее было держать это ось с мостом и и просто насадил на зубочистку а это элементы подвески вот скрутил трубку из бумаги на нее на сандалил и вот так тоже буду красить тоже еще на один может два слоя так ну и вот это вот серая пейна меня допустим такой цвет ну как бы устраивает такой своеобразный это не черный такой с фиолетовым оттенком я еще пальцем вот так вот все это дело затер ну да куда стал и она получилась атаку вот такой эффект теперь нужно сюда устанавливать вот такие вот вещи и сверху закрывать вот я не затер тоже надо будет пальцем так вот затереть она будет после чего сверху установить вот эти вот там крышки или как намазывается клеем она была будут садить все и ставится по месту так так это действие, не жалейте, что не хватает третьей руки. Вот она, робот, здесь я очень привыкнусь, держит москот, я по скайку поговорю. Сфера принятия робота не настолько широка, что оплатить ее полностью вы не в состоянии. Разве что вы работаете на нашей программе, которую поможете не повесить, и против живых ангелей, держать не конкурс. Я так. Ну, примерно так будет. Сейчас так вот зафиксируем. И пусть пока сохнет. Вот это штуки вот эти вот связаются. Так, с первой начнем. Все. И ставится вот это вот уже по месту. Тоже буду клеить на ПВА. Так, и будем теперь ставить. И теперь будем ставить вот эти пластины, рессоры. И вот эти вот держатели. Или как там, ну, скобки такие. Вот эти короткие, это у нас в спереди. Так, и... Так. Так, раз. И аналогично потом задние рессоры делаются. Так, вот она. Примерно так. Пока вот это вот на клей не садится, потом, потому что надо будет по месту потом еще юстировать. Вот. Пусть пока лежит. Эти потом детальки будут ставиться вот сюда. Ну, это я буду ставить потом уже, когда верхнюю часть поставлю. Потому что она будет крепиться к ней. Ну, и задние делаются так же. Так же собирается задняя часть. Так, теперь вот у меня она сохнет. Будет стоять вот так. Отрезается по месту. Это примерно где-то вот здесь. Вставляется сначала там просверленное отверстие. Ставится в отверстие и загибается по месту, будет загибаться. И тут надо будет высверлить дырки. Вот у меня есть томейский. Вот здесь вот высверлить. И посадить на... На штыри. Их я буду делать из скрепки. Вот такой вот. Вот так буду садить на скрепки. И посадить буду на суперклей. Вот на такой. Во-первых, это будет быстрее. Во-вторых, при высыхании он придает форму. А вот эти вот уши, пока вот они гнутся как хотят, а он их закрепит и в одном положении. Это будет более надежно. Передний мост, он будет крепиться непосредственно вот к этой раме. С этой и с этой стороны. Задний только вот сюда вот будут они вставляться. Вот в это вот держатели. А вот эта часть, она будет крепиться уже к корпусу, поэтому закрепляться пока не будет. Сейчас подсохнет у нас вот эта вещь, и мы начнем все это дело собирать. Так, ну и вот в результате всех манипуляций у нас должно получиться вот такая штука. Вот тут на штыри посажено. Вот я аккуратненько туда капнул, потом вот так вот прижал, чтобы форму удержала. Она вот так вот у меня от проволока торчала, потом просто бокорезами взял, так вот откусил. Вот эту часть я пока ничто с ней не делал, она будет крепиться к корпусу. На этом нижняя часть готова. Мы ее откладываем в сторону и начнем собирать верхнюю часть. Вот. Данный обзор на этом закончен. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok